Давай, Славик! Мы в тебя верим! Успешная работа на месте крушения Ту-154 и стала решающей. Именно по итогам этой спас-операции Вячеслав Ивашенко стал лучшим водолазом России. При подсчете показателей работы номинантов учитывалось время, проведенное под водой, а также сложность водолазных работ, глубина, видимость, скорость течения. Глубина была, в принципе, уже такая более серьезная, свыше 20 метров. И сама операция проводилась в сжатые сроки. Надо было работать быстрее, потому что зима, погода нестабильная, постоянно шторма. Ну и поэтому уже так старались как можно быстрее все это делать. Жизни людей Вячеслав спасает 14 лет. Именно столько он работает в ЮРПСО. В следующем году водолаз-спасатель выходит на пенсию, но покидать службу не планирует. Ведь 220 поисково-спасательных операций – это далеко не предел. Самые же крупные из работ, в которых участвовал Вячеслав Ивашенко – это поиск группы спелеологов, попавших под лавину в Абхазии, ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, работа в полевом медицинском госпитале на границе с Украиной и ликвидация последствий наводнения в Крымске. Мы можем также отработать и на скалах, в пещере можем сходить, кого-то там поднять, если вдруг что-то случилось, вынести наверх. ДТП в городе отработать. В общем, весь спектр работ мы делаем. Но все равно есть людям, что ближе, по душе. Ну вот, мне больше как бы водолазной работы. Мама у меня водолаз, занималась, может быть, гены какие-нибудь, не знаю. Тихо и спокойно под водой. Сочинские спасатели ежегодно подтверждают звание лидеров. Лучшим спасателем прошлого года также стал сотрудник ЮРФСО. Вячеслав же таковым признан уже не в первый раз. Как и все спасатели, преданные своему делу, работающие не столько за зарплату, пожалуй, а вот за ту возможность реализовать свои мечты, может быть, возможность принести пользу людям, спасти человеческую жизнь. В принципе, даже помню день, когда он пришел, со мной беседовал по поводу трудоустройства. Ну, я тогда спросил, а почему к нам? Он сказал, хочется мужской работы. Порадовались за Вячеслава и коллеги, и, конечно же, семья. Супруга поддерживает своего героя даже на работе. Александра Ивашенко трудится в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС с ведущим инженером. Гордится, что к многочисленным наградам супруга, в числе которых медаль за спасение погибавших, прибавится очередная. Торжественная же церемония награждения победителей всероссийского этапа МЧС России из «Созвездия мужества» пройдет в Москве в декабре.